Девушки отдыхают Хорошо, идемте Выбрось его из головы, Лина Этот анзор наш кровник Его нечестивый племянник застрелил твоего уважаемого отца А его бесчестный отец зарезал твоего почтенного Шульна Хорошо, что за них обоих отомстил покойный сын моей сестры Да вознаградят его ангелы на небеса Сегодняшним зрителям Инна Выходцева знакома больше, как участница различных ток-шоу, посвященных советскому кино А вот люди старшего поколения хорошо помнят эту актрису по фильмам «Тихий дон», «Юность наших отцов», «Москва слезам не верит», «Судьба», «Лавина с гор» и многим другим Она прожила долгую и до некоторых пор счастливую жизнь, познав радость любви, материнства и успешной карьеры в любимой профессии Но на склоне лет судьба дала сбой, и несчастья начали сваливаться на Инну Выходцеву одно за другим Сначала потеря единственного сына, судьба которого так и осталась неизвестной, затем смерть мужа, не выдержавшего этого испытания, и, наконец, ее одинокая старость, болезнь, попытка суицида и дом престарелых, в котором она встретила свое 90-летие в июне 2024 года, не пожелав никого видеть Будущая актриса родилась в 1934 году на Донбассе, где ее отец сначала работал простым шахтером А потом сделал успешную профессиональную карьеру, дослужившись до директора шахты, а затем до заместителя министра угольной промышленности Мама была домохозяйкой и занималась воспитанием детей В семье, помимо Инны, было еще два сына Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, а мама с детьми отправилась в эвакуацию на Урал После освобождения Донбасса, отец был демобилизован для восстановления шахт, и семья вновь воссоединилась Инна с детства много читала и увлекалась театром, любовь к которому ей привила мама Она рано начала участвовать в школьных постановках, читать стихи и петь со сцены на городских праздничных концертах Она мечтала стать актрисой, но отец был категорически против, он хотел, чтобы дочь получила более серьезную профессию Окончив среднюю школу с серебряной медалью, Инна вместе с отцом отправилась в Москву, чтобы поступить на юридический факультет МГУ Успешно сдав вступительные экзамены, она все же уговорила отца попытать счастье еще и во ВГИКе Приемная комиссия была в восторге от представленного Инной Тюда и ее врожденного таланта Ее тут же зачислили в студенты, и отцу пришлось смириться Четыре года учебы во ВГИКе на курсе Тамары Макаровой развили талант девушки Опытные педагоги восхищались ее способностью перевоплощаться и пророчили ей большое будущее Сокурсники завидовали, они считали Инну ничем не примечательной простушкой А она не обижалась, относилась ко всем доброжелательно и с улыбкой говорила Не всем же быть красавицами, кому-то нужно играть и простых женщин К концу учебы она окончательно удивила всех, выйдя замуж за самого завидного жениха института, в которого была влюблена каждая вторая студентка Причем Инна ничего специально не делала, чтобы познакомиться с роковым сердцеедом Львом Поляковым, учившимся на параллельном курсе Она его избегала Поляков был на 8 лет старше своих однокурсников До поступления в институт кинематографии он два года учился в школе-студии МХАТ, но был отчислен Ходили слухи, что одной из студенток не понравились ухаживания Льва, и она обвинила его в аморальном поведении Тем не менее, эта история не только не портила репутацию Полякова, но даже придавала ему какой-то таинственный шарм Неудивительно, что с первых дней во ВГИКе красавец Поляков стал считаться самым завидным женихом И все студентки старались любыми способами завоевать его сердце Выходцева тоже была тайно влюблена в Льва Правда, девушка была уверена, что ее шансы на успех равны нулю Внешность самая обыкновенная, возможности одеваться по последней моде нет В Москву Инна приехала из Луганской области, родители ее были простыми людьми И действительно, Поляков почти не замечал Инну Лишь однажды они случайно столкнулись на лестнице Я спешила на занятия, бежала по лестнице, и он шел мне навстречу, мы столкнулись, я упала Лева тогда сказал, вот сумасшедшая, куда летишь? А я про себя подумала, вот дурак, но промолчала, вспоминала Выходцева Но однажды вечером Поляков внезапно появился в общежитии, в комнате, где жила Выходцева И первым делом вежливо попросил ее соседок выйти А когда они остались наедине, Лев взял Инну за руку и сказал Я хочу, чтобы ты была моей женой именно сегодня и сейчас Уже много лет спустя, актриса призналась, что очень хотела ответить нет Но устоять против обаяния Полякова не смогла Хотя была на сто процентов уверена, что это всего лишь мимолетная прихоть красавца-студента, приключения на одну ночь Но каково же было удивление девушке, когда на следующий день Поляков повез ее к своим родителям в Подмосковье и представил, как свою невесту Через несколько месяцев состоялась свадьба Полякова и Выходцевой Родители Льва приняли жену сына очень тепло А вот родители девушки были не слишком довольны выбором дочери Во время свадебного торжества отец отвел Инну в сторону и сказал Не нравится мне Лев Мало того, что артист, так еще и красивый Вот увидишь, все бабы будут на него вешаться Может еще передумаешь? О том, что она вышла замуж за Полякова, актриса ничуть не пожалела Они прожили вместе 49 лет, родили и воспитали сына Никиту Лев был примерным отцом, внимательным мужем и просто боготворил свою жену Но за долгую жизнь и ей, и ему довелось многое пережить В том числе и неверность обоих Тем не менее, они смогли понять, поддержать и простить друг друга И попытки увезти Полякова из семьи тоже были Например, еще в период женихоства на него положила глаз однокурсница И подруга Выходцевой, Людмила Гурченко Выходцева рассказывала Она попробовала Леву меня увезти Он мне сам передал ее слова Лева, ну что ты выбрал эту зачуху? Да только моему Леве нужна была именно я и никто другой Он же из редкой породы однолюбов, вспоминала актриса Кстати, на зачуху Инна не обиделась Не всем же быть такими красавицами, как Гурченко Кому-то нужно играть и героинь попроще И дружить с Людмилой не перестало Они общались вплоть до самой смерти Гурченко Получив диплом в ГИКа, семейная пара поступила в театр-студию киноактера Тогда же Инна была замечена режиссером Яном Фридом На экраны вышла кинолента «Балтийская слава» Где артистке досталась роль журналиста из революционной газеты После дебюта предложения сниматься стали поступать все чаще Но главные роли ей доставались по случаю А вот сыграть обычную сельскую девушку, ударницу труда или крепостную Зазывали многие режиссеры Выходцева не отказывалась Она любила свою работу Любила зрителей и желала, чтобы каждый фильм с ее участием был запоминающимся В фильмографии актрисы десятки картин «Тихий дон», «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Всюду есть небо», «Мертвые души» В некоторых кинолентах она снималась со своим звездным супругом «Тревожное воскресенье», «Барышня-крестьянка» Помимо кинокарьеры Инна Николаевна занималась дубляжом Ее голосом говорили известные зарубежные актеры Например, Софи Лорен, Вия Артмане, Клаудия Кардинале Она участвовала в восстановлении и озвучке 39 фильмов Ее голос был востребован вплоть до 2000-х годов В 90-е годы, когда многие актеры оказались за бортом киноискусства Инну Выходцеву продолжали снимать Она являлась яркой представительницей эпохи советского кино Умела подстроиться под любые изменения сценария Сериалы «Кулагин» и «Партнеры» Каменская Стали самыми длинными съемками в жизни Инны Николаевны Благодаря честности и мягкому, несклочному характеру Ее приглашали участвовать в телешоу и сниматься в документальных проектах Неожиданной новостью для Полякова и Выходцевой Стала предполагаемая гибель их единственного сына Никиты Выпускник Института иностранных языков имени Мариса Тореза Работал переводчиком и пропал без вести после цунами, накрывшем Доминикану в 1998 году Сначала о его судьбе было ничего неизвестно Родители обивали пороги Красного Креста, МИДа, звонили в посольство Доминиканы Но везде слышали один ответ Среди спасенных вашего сына нет, труп также не найден После трагического известия Инна Николаевна стала чаще посещать церковь, моля Бога о возвращении единственного мальчика Лев Александрович все чаще стал жаловаться на сердце и страшные мигрени, а после у мужчины развился обширный инсульт Через три года его не стало Так женщина осталась одна, потеряв сразу двух главных мужчин в своей жизни И некоторое время держалась стойко Она не жаловалась на жизнь, предпочитая обсуждать с подругами последние новости из мира искусства Она продолжала сниматься в кино, но потеряв двух главных мужчин в своей жизни, не видела в ней смысла И однажды попыталась покончить с собой Актрису спасли и отправили в пансионат для ветеранов сцены, а попросту в дом престарелых, где она находится и поныне Говорят, что она не желает никого видеть и ведет затворнический образ жизни По другим данным, она иногда звонит старым друзьям и жалуется, что к ней никого не пускают И у нее нет даже одежды, чтобы выйти из пансионата и сходить на могилу мужа Отметим, Инна Николаевна до этого жила одна в своей двухкомнатной квартире неподалеку от Рублевского шоссе А потом в ее жизни внезапно объявился некий Евгений, который назвал себя племянником знаменитости Мол, легендарная тетя прописала его в своей квартире С того момента жизнь кинодивы изменилась Инну лишили всего Она очень любила свою квартиру, а теперь у нее все отняли Горюет подруга Выходцевой О 90-летнем юбилее актрисы, который прошел 27 июня 2024 года В СМИ не было никакой информации, кроме нескольких скудных поздравлений Похоже, этой замечательной актрисе, с которой судьба обошлась так жестоко Придется закончить свои дни в доме престарелых, как и некоторым другим советским знаменитостям